Еще один вариант прикладного применения фликер джеба. То есть, напоминаю, рука у нас расслаблена внизу, и из этого положения наносим хлесткое движение. Не пытайтесь поднимать плечо, еще что-то искусственно делать. Первый вариант – это атака в пахт. Кисть расслаблена, из этого положения мы как бы поднимаем, подаваясь вперед. Это можно делать как... В естественном положении можно это делать на оседание. То есть, мы уходим вниз, при этом лука вылетает, повторюсь, пальцем расслабленно летит вперед. Как я и говорил, быстрое движение вверх. То же самое мы можем наносить в область горла. Но либо хлестнуть вот так, чтобы с погружением в цель. Либо, чтобы чуть сквозь нее пройти, чтобы был вот такой хлыст. И точно таким же образом наносим фликер джеб по глазам. Не надо вот коснулись и ушли. Чуть-чуть углубиться надо. Это касается, что в атаке в горло, что по глазам. Итак, пах, с горла, в глаза. Из этого же положения мы можем повторить фликер джеб, как делал это Брюс Ли. Пальцами. В пах это уже не получится. А вот в горло и в глаза вполне. Опять же, рука быстро вскидывается и чуть-чуть за счет плеча удлиняется. В горло и в глаза. Не надо напрягать пальцы. Не надо их растопыривать. Потому что, если что, можете зацепиться и поломать. Поэтому, чуть-чуть собраны и вот так вот собраны. Таким образом, при попадании в цель, если чуть жестче будет, они просто аккуратно сложатся. Будете стараться их удержать жестко. Есть шанс, что вы их просто себе поломаете. Чтобы поразить глаз и чуть-чуть затруднить дыхание, не надо совсем стыкать пальцы. Будет достаточно легкого тычка. Повторюсь, легкий фликер джеб это скорость. Быстро взбрасываем руки с небольшим продолжением. Продолжение следует...